Всем привет, друзья! Всех с прошедшими праздниками, совсем скоро нас ждут очередные нерфы, и снова пострадает Голокрон Шаман. Нерфы также коснутся Чернокнижника и Разбойника. Весь список предстоящих нерфов есть по ссылочке в описании. Ну а кого нерфы никак не затронут, так это друида. И давайте сегодня с вами поиграем за друиды на увеличении и затестим эту колоду еще до нерфов. Ключевой картой колоды конечно же является увеличение. За 0 маны получаем дополнительный пробаф всех существ в колоде на плюс 2-2, но они теперь будут стоить на 1 ману дороже, но не больше 10 маны. Просто невероятно сильная карта, которая значительно усиливает эту колоду, а учитывая то, что друид может легко разогнаться по мане, это удорожание фактически никак ни на что не повлияет. Соответственно в колоде нашей очень много существ, есть синергия с драконами. И соответственно в стартовой уроке хотим всегда видеть увеличение, желуденец, численное преимущество и дыхание снов. И существ в начале также себя неплохо показывают знахарка и торговка кристаллами. В случае затяжных партий нам очень поможет Изера освобожденная, которая как дополнительный ресурс сможет призвать дополнительных драконов из порталов. Также в случае затяжных противостояний неплохо было бы раскопать Изеру зеленые следовательницы. И в принципе Изера является необязательной картой, но в любом случае в затяжных противостояниях вы ощутите нехватку ресурсов и в данном случае Изера будет крайне полезной. Также хочется отдельно отметить из лигих осквернительниц. Они всего лишь 4-4, но под увеличением, хоть и дороже на 1 ману, либо на 2 маны, скопированная осквернительница также превызывается забафанная. И соответственно мы с вами получаем более мощные забафы на существо с натиском. И основная наша задача будет побеждать соперника именно столом за счет мощных пробафов, за счет мощных существ, за счет мощного стола. И играем с вами против фейс-охотника. Здоровье тает на глазах, но благо мы с вами успели раскопать целебное исцеление. Будем стараться по максимуму, просто по максимуму сохранять свое здоровье и даже неплохо было бы прожать обилочку. И оставляем 1 ману для прокрутки колоды. Поднять 1 единицу брони против хейс-ханта также может быть критично. Так, дыхание снов обязательно нужно будет как можно раньше разыграть, потому что увеличение уже реализовано. Рука очень дорогая, но пробафанная. Так, жизнесос, обилка. Ну хан, каждый ход просто старается как можно больше демаджа нам нанести. И нам же нужно как можно больше статов на столе иметь и просто его добить в один прекрасный момент. Разгоняемся. Еще одно численное преимущество. Но пока мы здесь просто разыгрываем заклинание, лечимся как раз таки на 8. Блин, если мы разобьем желудейницу, у нас будут 3 карты, 2 белки в руке. Плюс одна карта придет с нашей торговки кристаллов. Давайте все это сделаем, ребята, разменяем. Лучше разыграем численное преимущество. Больше прокручивать колоду смысла нет. Хотя неплохо было бы найти зелиакса, да. Пробафанного зелиакса с лечением. Так, вот тут секрет, понятное дело. Команда взять в лицо. И это зверь на 5. Так, маленькое драконище. Маленькое драконище такое за 6 маны, 7-7. Да, такое маленькое, кстати. Взрывная ловушка. Ладно. Подогреватель на толпу убиваем зверя. И что у нас получается? Офигенные статы у нас, ребят, получаются. Здоровья, в принципе, достаточно. На следующий ход можем еще призвать численным преимуществом. В идеале, как он деля акса. Не очень хорошо было бы призвать и зеро. Но хотя против хамта пойдет. Так, ну это предсмертный хрип, который наносит единицу урона, да. Это много. Еще и собак спускает. И, походу дела, игнорит даже желудейницу. Слушайте, все дает в лицо. Ну супер, ребят. Тут зелиакс. Это лечение на 5, считайте. Плюс делаем квест. Ну, мини-квест. Еще и стенка появляется, ребят. Ну все, здесь, я думаю, очевидная победка. Просто расконтролим как можно больше дэмэджа. И все, даем в лицо. И даже новый мини-квест закинем на статок маны. Красиво. Но здесь хант уже все, ребят. Зеляк ставит жирную точку в это противостояние. В хейсхант все-таки не справился. На самом деле, против друида у него были весьма неплохие шансы. А так, это победка. И против нас чернокнижник. Кстати, совсем скоро объявлены нерфы. Нерфы также коснутся зулока. Ну, в первую очередь, конечно же, коснутся шамана опять. Из месяца в месяц карают, карают шамана. Все-таки уменьшают винрейт этой дэчки. Ну и правильно, я думаю, шаманами нужно бороться. А здесь, опять же, весьма неплохой заход, увеличение, мини-квест. И у нас все хорошо. К тому же у нас есть в руке дракон, который также синергирует с знахаркой, который мы еще и заклинание раскопаем на следующий год. Ну, просто супер. Так, зловещая сделка. Ну, что-то я не помню, чтобы чернокнижники играли эту карту, конечно. Ладно, давайте копаем на заклинание. В идеале разгон, конечно же. И добор. Карты. Ну, тут... Можно взять дар природы, но это, наверное, слишком медленно. Давайте в темп возьмем знак дикой природы просто. Мне просто, мне кажется, не хватит. На шестой кристалл маны добор трех карт. Ну, это такое себе. И, возможно, против нас хендлок, да. Так, да ладно, давим его. Даром природы. 4-4 тушка. Нормально. Давим. Нет четвертого хода. И это, кстати, проблемка. Придется, возможно, прожимать обилочку. И к тому же, если мы добираем какой-нибудь четвертый дроп, он будет стоить все пять маны. А нифига, нифига, это не хендлок. Это голокрон чернокнижник. Кстати, есть хендголокрон чернокнижник, но он показал себя не очень плохо. Кстати, желуденицы идеально заходят с обилочкой. К тому же, знахарку с вами законтролим. И желуденица, она по факту стоит одну ману, но, благодаря одурожанию, она делает наш квест на два, и это тоже неплохо. С желуденицы получим белочек. Их можно будет превратить в 6-6 с натиском. Весьма неплохо. Ладно, у знахарка, да. Демоны. Что он хочет с демоном делать? Уничтожить его. Чернокнижники сейчас таскают жертвенный договор. У них просто есть халявный проспал демонов этих 1-1, и это лечение за 0 на 5. Плюс зеркальное противостояние, можно легко уничтожать демонов соперника. Это так работает, для тех, кто не в курсе. Ладно, добираем мини-квест еще один. Лучше добрали какое-нибудь существо, либо дракона, конечно же. Ладно. Копает дракона, кстати. И сумеречный дракон. 4-7. Сумеречного дракона можно неплохо забрать чешуйчатым червем. За 5 мана, да. Но так ли это хорошо? Мне кажется, лучше раскопать заклинания. Сразу же сделаем мини-квест, кстати. 9-6 за 7 маны. И ведьмин час. Ведьмин час, ведьмин час. Какие у нас звери? Это белочки, да. Но белочки это очень слабо. Кстати, кстати, кстати. У нас же чешуйчатый червь, зверь. Но он будет просто 4-4 без натиска. Потому что боевые кличи приходят с натиском. Давайте лучше возьмем укус и будем сетапить. Возможно, даже летал. Демона убьем, чтобы нам жертвенный договор. Второе, если очень чего не зашел. Просто все даем в лицо. Дракон 4-7, по сути, ты не страшен. Просто стапи влетал с укуса. Корогнину играют, кстати. Чернокнижники. Ну, Галакрон чернокнижники, чтобы уничтожать весь этот стол. Но тут темнейший час. Что? Погодь. Нафига в этой колоде темнейший час? Что-то я не очень понял, ребят. Я ожидал Корогнину, который уничтожит весь этот стол. Будет новый проспам. Но тут такое. И против нас снова, кстати, Охотник. Возможно, опять Фейсхант. Но есть еще и Хайлендер Охотники. Правильно, есть еще Фейс Охотники. Фейсхантов в одно время было очень много, когда был популярен Шаман. Но Шаманов сейчас, еще даже до их нерфов, встречаешь гораздо, гораздо реже. Возможно, даже класс этот умрет. Им еще дух этого дракона, стая драконов понерфит заморозку, понерфит. О, это квест Охотник. И, блин, блин, блин. Наверное, а здесь даже мы разыграем численное преимущество. Но смысла отогилки нет. А так у нас уже на третий ход, если будет разыграна драконья прислужница, то как раз-таки делаем уже наш мини-квест. И Хан, кстати, тоже с мини-квестом. И, блин, у него есть натиски уже, да. Еще один проколап, считаете. Белочек на стол выставлять. Ну, по-моему, прохладная история. Ладно, давайте закинем дракониху. 3 из 10. Драконья наездница. Могла бы сыграть и получше. Ну, а так, просто делаем мини-квест. Пчелы у нас, если что, еще есть. И, смотрите-ка, это еще два натиска. И будет грифон 4-4. Офигеть. Офигеть. Мини-квест сделал уже на третий ход. И сейвит своих... Свою мелочь, кстати. Ладно. Погнали. Пчел. И закинем одну белочку. Итого у нас выживает 4 существа. Я думаю, для безликой осквернительницы хотя бы один токен выживет. И у нас хотя бы будет 2-4-4 с натиском. Ох ты же, блин. Гиена еще. И еще и второй скоковой кабан. И гиена, ребят, бафается. По жести. Да, это будет 4-5 хп, блин. И 5 хп мы не уничтожаем, да. С одной безликой осквернительницы, а двух безликих осквернительниц отдавать в одну лишь гиену. Мне кажется, как-то слабо. На следующий ход просто доберем драконом с натиском, с щитом эту гиену. Правильно. Давайте пока просто тогда Мурлоков заберем. Посмотрите, сколько уже зверей с натиском отдал Хант. Ну, очень много, так что, я думаю, маловероятно то, что он гиену еще раз бафает сильнее. Да, потому что у нас полное здоровье. Так, археолог. Кстати, охотника желательно задавить до его выполненного квеста. Ну, тут, ребят, вторые прогалапы просто. Ну, ладно, прогалапы не убивают осквернительницу. Но гиена бафается на 12 атаки. Так, увеличение. Играть нужно обязательно. Сразу же. Погнали дракона. К тому же призываем из колоды желуденицу. Самое слабое существо из колоды. Лол. Ну, хотя бы забафанное желуденице. И то уже хорошо. Игнорим его археолога на задании, либо все ровно разменивается. Ах, ты же, блин, саранча. Ну, это идея на шестой ход. И вот это проблема, кстати. Потому что квест уже почти сделан у охотника. Остается разграть его лишь два существа. А если охотник сделает квест, то уже придется постоянно контролить стол. Иначе просто смерть. Просто смерть. Ладно. Заберем эту саранчу натиском, если что. И знак лоа. Ну, возьмем, я думаю, здесь даже удачную экспедицию. Такие себе раскопки, такие себе заклинания. Добиваем саранчу. Сейчас хант уже на изи, я думаю, сделает квест. Сейчас еще какой-нибудь искряк пойдет. Либо шума, новая легендарка. И это будет проблема. Ну, пока просто клик-клак. Естественно, он его не магнитит. И делает квест. Квест уже делает квест. Да и монетка у него остается. И сразу же прожимает овилочку, да? Блин, уже клик-лаки разбафаны. И это уже опасно. У нас 18 хп. Так. Стенка 6-10. Ну, клик-лаки... Клик-лака, в принципе, стенка сдержит. Кому же мы нового дракона получим. Неуловимый змей нормально. И раскопаем заклинание. И потом просто все даем в лицо. Возьмем хранителя. Чаще на случай зилиакса. Какого-нибудь наклик-лака. Опять же. Этого зилиакса замагниченного засаля. Снова даем все в лицо. И у нас все хорошо. Есть энергии с драконами. Есть натиски. Остается только добить ханта. В идеале, чтобы зилиакса не было. Чтобы просто его добили, конечно же. Потому что лечения у квест-охотника практически нет. Но есть зилиакс. Есть зилиакс. Ирк-ромкохена. Еще не проюзан. Лечится на 6. Да. Контролит стол хант. Ну, понятное дело, боится. Пчелы пчелами мы зилиакс убивать не будем. Иначе хан просто пролечится на фул. Нужно давать, я думаю, здесь даже подогревателя толпы. 7-4. В принципе, норм тушка. А билкой теперь придется контролить стол, ребят. Просто иначе нас разорвет хан своим рыком ромкохена. Нужно как-то и стол захватить, и параллельно выставиться на столе. И плюс от собак каких-нибудь сыграть с лероем. Потому что это финишная комба квест-ханта, которая идеально заходит против проспама стола. Натиск 4.1 идеально разменивает подогревателя толпы. И еще и безликие. Ну, у нас, кстати, безликие забафанные. И это очень хорошо. Потому что копируется также забафанная и безликая. Погнали тогда здесь пчел накидываем на его безликую. И одну пчелку можно прокачать на безликую. В принципе, норм плей получается. Как раз таки перехватываем стол. Контролим стол. И, соответственно, спамим. Спамим свой стол. Нельзя ханту оставлять ни единого существа. И у нас, кстати, остается одна мана. Лерой плюс собаки нас в любом случае убивают. Просто собаки с рыком Рамкахена, пожалуй, нет. Так что выставляем еще белочку без проблем. Так, пустынное копье. И, понятно, да, с рыком Рамкахена и нашу безликую осквернительницу забирает. Да к тому же здесь есть еще и собаки. Но собаки летал не дают. И, кстати, 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 он забыл прокачать свою саранчу. И это минус. Дополнительная собачка, кстати. Внутри один собака все равно идет в лицо, да. Дыхание дракона это тупо добор карты. Но он нам сейчас не помешает, кстати. Неуловимый змей. Я думаю, лучше кинуть забафанного без обилочки. Потому что если я кину обычного дракона, будет саранча с натиском, который забафают на атаку. И она из дракона. Дракона носит 3 единицы урона. Так что, ребят, не вариант. Нужно именно забафанного в змеи кидать. Так, высокогриф. Но на него у нас есть сайленс. Есть натиск щитом. Так что с высокогрифом мы еще справляемся. Так что норм. Так, еще одно увеличение. Закидываем, ребят, увеличение. Уже пробав всех существ колоди на плюс 4-4. Диски сталкманы. Потому что в любом случае разыграем существа и добиваем высокогрифа. Обязательно добиваем высокогрифа. А вот будем ли мы разменивать саранчу? У ханта всего лишь одна карта, ребят. Если я сейчас не пойду в лицо, не начну стайпить летал, то в конце концов, я думаю, хант нас задавит. Так что нужно идти в лицо. Но просто не получится. Не получится его сдержать. И по ходу дела здесь летал, да. Вторые спустить собак. Которые были все это время в руке. И это 9 плюс 5. 14 урона. Ну, понятное дело, летал. Оступился, ребят. Оступился. Возможно, это ошибка. Но уже просто не было ресурсов контролить стол. Возможно, бы и победили, если бы не было этих самых собак. И против нас воин. Но сейчас, ребят, очень-очень много голокронт воинов всяких. Есть и голокронт контролю воин, голокронт агро воин. Есть и голокронт даже бомба воин. Ну и не забываем, конечно же, про пират воина. В идеале находить, конечно же, увеличение в стартовой руке. Какого-нибудь дракона для синергии знахарок. И дракона мы с вами находим. Драконов у нас в колоде предостаточно. И заметьте, ни в одной партии у нас не сыграла Эзера освобожденная. Надеюсь, хоть в этой партии она нам зайдет. Хотя бы на 9-е кристалл маны. Чтобы хоть немножко порталы позакидывать. А так, ребят, Эзера в основном нужна именно в лыте. Еще один квест. Ну, как дополнительный ресурс. 7 порталов с призывами. Здесь возьмем свирепый вой для прокрутки, опять же, колоды. Потому что третье численное преимущество это уже было бы слишком. У нас так одно в руке. Одно разыграно, одно в руке. Еще брать третье. Такое себе. Кстати, воин просто прожимал обилку на второе. Сейчас разыграл электропику. Я уже думал, что это контроль воин. Но нет. Ладно, сразу же прокручиваем колоду после увеличения. И драконья наездница. 5-5 за 4. Когда есть в руке дракон. Весьма-весьма сильный. Так, пает заклинание опять. Еще одно поднятие брони. Ну, возможно, контроль воин. Но с электропикой, конечно, очень сомнительно. Так, маленькая драконица. Ладно, копаем заклинание. Нужно еще какое-нибудь увеличение. Разгон по мане. Но ничего подобного нет. Ведьмин час. Прохладная история. Азис тоже без квеста. Друида. Который сразу же 2 эффекта задействует. Возьму лучше гнев. Если что, прокрутим колоду. А так, нужен какой-нибудь токен для нашей Безлигой. Правда, она все равно забавная. Такое себе. И это голокрон твоим все-таки. Да, спалился. Спалился. Но он контролит опять же стол. Ладно, сыграем в ману. Я думаю, сразу же закинем чшуйчатого червя. Драконию. Наездницу. С ее бывым кличем, я думаю, реализуем попозже. Так мы уже совсем скоро сделаем наш мини-класс. Так, щит голокрон. Да, уже на 2. На 2 прокачан голокрон. Ах ты ж, есть натиск. Не получится поджигателем толпы бить эту стенку, пойти в лицо. Ну ладно, тогда добираем карту. Сразу же призываем существом. И это торговка кристаллами. Тогда надо сливать монетку, ребят, чтобы прокручивать колоду. Обязательно сливаем монетку. Это круто. Халявный призыв. Еще маленькая драконица. Ну смотрите. Увеличение довольно-таки раннее у нас было. Колоду прокручиваем. Правда здоровья у воина дофига. Нужно начинать его подавливать. И минус первая потасовка, кстати. Неплохо. То есть это контроль воин. Это контроль голокрон-то воин. Как-то так, в общем. Не знаю, хватит ли ему столько ресурсов по зачистке, чтобы законтролить весь этот стол. Ладно. Тогда доберем еще одну карту. Идем в лицо. И получается у нас 9 карт в руке. Блин, 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 блин. У нас стопдек сгорает. Можно было бы тогда разыграть еще одно численное преимущество. Но тогда мы углу карту не добирали. Тоже проблема. Но это ошибка, конечно же. Сейчас КМТЗ, освобожденная, как назло, сгорит. И у нас будут проблемы. Два раза пробудись. Возможно, кстати, и кара яростная играется у этого воина. Но пока он просто прокачал голокрон на максималках. И минус зеляк. Зеляк, кстати, уничтожился почему-то незабафанный. Видимо, этот пробаф срабатывает как-то позже. Ладно. Пока добирать тогда карты не будем. Потому что у нас сейчас идет раскопка. Возьмем нас в Дорму. 9 карт в руке и так остается. Все, больше ничего сжечь не будем. И зеро, и зеро. И зеро нужно найти на крайний случай. Потому что это все-таки контроль воин. И у него из смертокрылых. 3 хп у него остается. Ну, как насчет закинуть на него пчел? Одна пчелка выживает. И оставшуюся пчелку просто бафаем нашей осквернительнице. Вроде как сильно получается. К тому же делаем квест. И очень хорошо, что не зеро призывается. Ну, зеро было бы 6-14, кстати. Без богового клича, конечно же. Но тоже неплохая тушка. Мало карт в колоде осталось. Так что из зеро будет очень мощная. И если порталы будут призываться не разом, то, то, то у воина возникнут проблемы. Да у него уже проблемы, если у него нет зачистки на этот стол. Так, сайленс. Пика. Две электропики у него. И, по сути-то, он меня вообще не дамажил. Хоть это и голокронт воин, потому что он контролил тупо стол. И смотрите, кого он находит. Он находит водоноса, который его еще и лечит. Да, фартовый, фартовый. Ну, ладно. Все даем в лицо тупо. Тупо даем. Не зачистил стол, получаем урон. Наказываем сразу же этого воина. И водоносы, конечно же, обязательно заберем. Заберем поджигателем толпы. Плэй, я думаю, весьма-весьма неплохой. Вынуждаем отдавать зачистку. Особо не спамимся. Контролим стол. Сетапим летал. Если что, у нас в дорму бахнем. Погодь, у тебя же не было еще голокронта. Ну да, он его добирает. Ну, за 4 маны, по-моему. Тут вряд ли что-то воин придумает. Так, просто натиск. 12-19 урона. Ну, это, ребят, летал. Очевиднейший просто летал. Опять-опять справляемся без эзеры. Ну, это просто, ребят, сила увеличения. Вот этот вот пробав с увеличения, это даже круче, чем килесет когда-либо. Существовавший, который давал всего лишь плюс 1-1, а тут плюс 2-2. Ну, что ж, ребят, колода показала себя весьма-весьма замечательно. Играет даже без эзеры освобожденный. Так что, если у вас нет этой карты, в принципе, можно играть и без нее. Но вам будет довольно-таки тяжело в каких-то контрольных противостояниях. Здесь ключевое, ключевое именно увеличение. Находить его нужно как можно раньше и разгоняться по мане, прокручивать колоду и добивать соперника. Но если эзеры есть, то, в принципе, ее можно в колоде и оставить. Карта весьма и весьма полезная. К тому же является и драконом. Но когда вступят в силу новые нерфы, этот друид на увеличение заиграет еще сильнее. Но если видео и колода вам понравились, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписались. Вступайте также в нашу группу ВК. И до скорых встреч в следующих видео. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok